так приветствую всех приветствую всех кто смотрит меня сегодня я хочу рассказать и раскрыть такую тему как эмоциональная незрелость эмоциональная зависимость и соответственно в этом видео ответить на вопрос как же добиться эмоциональной зрелости хочу также поблагодарить всех тех кто лайкает это видео я никогда не думал что буду говорить что мне нравится что мы видео лайкает но она так продвигается в ю тубе вот благодарю те кто оставляет комментарии кто репостит это тоже влияет на активности в ю тубе то есть своеобразный энергообмен очень буду благодарен если вы подпишетесь поставите колокольчик это тоже никогда не ожидал что надо говорить в общем говорим сегодня вот я в зеленом свету свете тема эмоциональная незрелость кстати да и гора спасибо тебе большое да такие видео больше заходит больше отклика но наверное еще потому что и жена репост сделала ну в общем как-то одно на одно сложилось получилось это не пугайтесь это не свастика это солярный символ мы уверен что 80 процентов людей кто меня смотрит они в курсе о чем я вообще про что я вот это солярный символ это классный календарь который жена купила год тигра и кстати когда проходим всех терапевту и мы находили свое тотемное животное вот у меня это оказался тигр но как у меня по совету птика терапевта это оказался тигра наверное ты немного неправильно да давать советы про животных другому человеку ну да ладно было такой опыт вот это оказался тигр кстати знаю да как найти патерное животное как его активировать вот и я какое-то время даже медитировал на тигра собака тут сидит и слушает меня вот почему я хочу затронуть тему эмоциональная незрелость эмоциональная зависимость ни для кого не секрет что у мужчины до присутствует такое современное обществе современное общество на более такое натаскана на инфантильных мужчин вот это индустрию потребления индустрия one touch one click то есть ты даже человеку говоришь скачать приложение установили зарегистрировали все если это как-то выходит за зоны комфорта то есть надо подняться залезть документы это уже все это дизлайк как говорится вот это да все прелести хай-тека и все его и минусы вот то есть да это как бы этот ленивые люди двигают эту планету как бы придумывают всякие новые усовершенствования но также не стоит забывать о своих дхарме своему мужской цели вообще для чего вы живете то есть необходимо также самому себе создавать аскезы то есть если вы их себе не создадите поверьте создадутся такие ситуации где вам придется страдать то есть я в данном моменте это прорабатываю на ранние подъемы потому что я люблю спать я знаю я балдею то 10 часов спать минимум фу как вообще два пальца об асфальт 12 часов тоже могу проспать легко мне сейчас жизненно необходимо ставить три часа не знаю что это ночью утра в общем в это время я там читаю молитвы медитирую занимаюсь читаю книги и стою на гвоздях благодарю за эту жизнь то есть я беру ответственность за то что когда-то в моей жизни да будет такое событие ребенок когда мне придется вставать там то часто в два то в три я уже спокойно могу с этим справиться поэтому я решил это осознанно проработать то же самое вот если вы берете на себя ответственность допустим стоит на гвоздях стоите например либо какую-то другую аскезу то есть бегать по утрам давайте возьмем это соответственно вы берете за здоровье гвозди как-то лучше пример смотрите это не реклама это то что мы на самом деле дал буду тоже говорил что жизнь это страдание то есть страдание мы все стремимся к счастью благости меньше делать больше получать но то же самое к радостным эмоциям счастью смеху но вот эти все другие эмоции тоска депрессия она не принимается вот это тоже составляющие эмоциональной незрелости эмоциональной зависимости то есть человек допустим испытывают какие-то грустные тяжелые чувства в обществе это не принято проживать обществе принято быть веселым радостным там лол лайк кек ару вот эти все дела а если ты какой-то грустный то ты вообще мутант с тобой блин не интересно ты депрессивный чувак ты грузишь вот но на самом деле все мы испытываем такие чувства потому что обратная сторона положительных эмоций это негативные эмоции то есть какой бы мы пищу вкусно не кушали мы все равно пойдем в ту комнату вот она там и отложим там последствия вкусной еды то есть ну необходимо найти место для того чтобы упражнять свой эмоциональный сосуд то есть на кухне как-то не приятно будет если будешь кушать и соответственно здесь опорожнять свой кишечник данный момент или в комнате например то же самое допустим и этот работать дома то есть она мне нравится до работать дома но иногда чувствую как какие-то смешиваются роли то есть я в роли домохозяина в роли семенина еще в роли добытчика но очень много ролей я как мужчина могу не вывести ну либо вывести какой-то месяц-два потом у меня начинает уже этот колпачок чуть-чуть подгорать подтекать и мне необходимо куда-то в уединение уйти то есть снять гараж и допустим и в гараже там заниматься то есть вот гвозди чем они полезны вы тем самым прожигаете свою негативную карму за воровство за обманы за невыполненные обещания то есть если вы ее так не прожгете то ну вы встретите таких людей кто вас подставит кем вы были когда то то есть и почему осуждать тоже не стоит других людей потому что но мы никогда не можем понять других людей ему только ну какие-то ожидания на них накладываем свои это тоже вот эмоциональной незрелости относится то есть перейдем теперь пониманию в общем что такое вообще эмоциональная незрелость то есть но это как-то желание получить от кого-то какую-то эмоцию тому как мой случай я вот тоже грешу и жена там можешь сказать отрабатывает эту карму тем не не хочется чтобы он не отрабатывала вот я в детстве не до получил от этой хвальбы и просто она у меня шлейфом тянется но сейчас я уже хоть это вижу замечаю и ну и блин порой тоже так накрывает жестко когда ты это знаете привык какие-то действия делал для того чтобы тебя похвалили там где то что тебе сказали блин да ты крутой чувак вот это на самом деле да вот такая моя детская именно лично не проработка про хвальгу то есть я не виню сейчас родители никого такая тема с родителями это вообще мы дойдем еще до этого но пока что давайте оставим их в покое благодарим за то что они нам дали жизни то что мы можем так само развиваться жить замечать за собой все эти приятные моменты и моменты которые мы можем проработать то есть тема хвальбы это прям мой бич ну не факинг бич а вот именно бич такой хлыстых человек 1000 это прям вообще дичь ну дико на самом деле но я ее вижу и порой вот я исправляюсь не я пара не справляюсь и парамет этого голоса становится я допустим впадаю какие-то состояния а потом думаю блин но это же так неприятно там допустим депрессовать грустить ему конечно неприятно когда там жена тебя видят с кислыми щами когда тут уходишь вот это все вот это как сквидвард вот это ходишь из из этого мультика как спанчбоб вот ну не обязательно там играть постоянно этого доброго хорошего ну уже не можем показать да что все четко все классно а допустим выйти на улицу там как-то поорать там вот как мы мероприятие устраивали стояли на гвоздях орали вообще классно ну а таранье тоже такое бывает то что выходит вот эта энергия которая ты в себе консервировал это которая в обществе не принято это агрессия злость ядреная то что ее можно сублимировать там достижение достигаторство он достигаторство тоже классно на самом деле штука но осознанно не для того что ты достигаешь чего-то чтобы тебя похвалили там по плечу похвалили постукали скале ты классный вот а для чего-то тебе вот допустим для чего мне ранние подъемы ну я для себя определил для чего они мне вот для чего мне допустим зарабатывать столько денег вот мы женой посчитали 5000 долларов меня интересует само в данный момент данный момент это 5 августа 2022 года там что-то вроде 40 гривен плюс доллар стоит но это в общем 200 тысяч гривен допустим в россии это наверно по 400 тысяч рублей то есть но это не много не мало то есть это то что необходимо и ты допустим открываешь какую-то вакансию и смотришь а там такая вот такая плата то есть ну как бы окей ну как каждый найдет свое вот это я про достижение про достигаторство про эмоции говорю то что необходимо тоже проживать и принимать свои эмоции не только там блистать там не только успевать уметь признавать до свой там фокапы свои падения и не уходить чисто в эмоциональную сторону то что ой как все тяжело мама говорила не надо было это делать а наоборот проанализировать поверить себя то что это уже с этого и начинает формироваться эмоциональный эмоционально зрелый человек эмоционально зрелая личность когда допустим я не от жены там еще каких-то там поддержек постоянных поддержек понятно мне приятно поддержка моей любимой жены я вообще считаю это благословение когда жена тебя поддерживать но не постоянно приходить там по всяким мелочам или там допустим вас исцелитель танечка я танечка не постоянно езжа не писать а так ли я все делаю не так то есть это уже какая-то паранойя становится человек боится сам шаг ступит то есть он ему постоянно нужны какие-то слова одобрения слова поддержки и он как такой премудрый пискарь ой хорошо что я что-то не сделал а то будет что-то плохое там случилось но с одной стороны да я согласен с этим 20 процентов а 80 процентов я не согласен то есть личный опыт это самый один из лучших учителей то есть да он берет как говорится нормально объяснять доходчиво даже чересчур доходчиво порой да не так как мы думаем как привыкли в школе что мы сейчас сядем руки на парту и нам все расскажут или там бизнес-стратегия там кто-то расскажет как надо хлопать в ладоши привет его вот а именно вот когда ты понял что блин тебя и твои могут черти полосатые кинуть то что и да ты сам себя можешь кинуть где потом становится стремновато и ты понимаешь да все таки да володя правильные вещи говорил там аскеза все-таки да есть смысл да вот доска садху для меня это как показатель с какими людьми иметь дело и можно ли вообще с ними иметь то есть но это в следующих видео то есть человек становится как берет на себя ответственность за свои поступки ответственность да это вот почему очень много вот такого контента в интернете такой как знаете как мусорный вот я хочу сериал посмотреть например чужая странка очень нравится и там постоянно там о купи что-то классное там зайди mailbet вот это там закинь бабок там были ну если честно я скажу по чесноком не раздражает эта реклама раздражает вот это я прям думаю блин для кого-то рекламу делали для какой-то личинки которая думает что он там 100 долларов закинет ему 100 миллионов там тысяч упадет и там все крутые тачки все к ногам к нему такое какое-то потребление вообще не обдумая контент реально для для 11 летних то есть но как бы ни для кого не секрет особенно те кто создает контент в интернете на профессиональном уровне что в основном все рекламы все вот эти раз два три действия делаются для людей которые либо одурманены и там каким-то эгоизмом либо в сигаретном дыму либо в алкогольном либо это подростки то есть ну а почему подростки потому что мы взрослые редко менять свою психологию особенно те кто вышел на 20 плюс рубеж 21 22 года они редко менять свою психологию они живут своей психологии что вот как-то вот так вот всем должны я крутая но остальные дураки а если не получается то блин ну не повезло значит расти эмоционально по любому придется по любому придется встретиться со своей змеей со своей гордыней со своим эгоизмом со своим вот этим то что тебя душит то что вот и то есть ну тут третьего варианта не дано то есть либо ты либо она а если вы с ней встречаетесь знаете что она то есть это не вы побеждаете она вас душит и довольно таки успешно довольно таки давно эгоистично это эгоистичная манера жизни эгоистичное получение всего нежелание чего-то делать желание там вот сесть там где-то в каком-то месте нажимать там максимум одну ну две кнопки ладно и зарабатывать там шикарные деньги чтобы там не знаю как такая успешная паразитическая личинка могла всеми благами жизни пользоваться вот понесло что ну хочу сказать что так она не будет она может быть когда-то там было или для каких-то там сущностей высшего порядка не в нашем случае придется что-то делать на самом деле чтобы был конкретный результат и хороший придется делать конкретные действия и хорошие хорошие конкретные действия чтобы был конкретный хороший результат то есть мы не получится уже как-то жить счастлива и разбогатеть если ты допустим больше позитировать на других людях если ты будешь как-то допустим какой-то тип продаю там табак алкоголь и надежды что у меня хорошая жизнь будет но практика показывает что эти люди страдают болезнями ног либо их не дети то есть все-таки карма есть и как бы ты с этим не старался играть она сильно настигнет поэтому лучше окститься как говорится раньше моем случае это произошло задумываться начал я еще наверное 10 10 лет назад жена мне начало об этом говорить задуматься об этом начал года четыре назад думал блин чужие такой нормально адекватно и все как там через одно место через молот хору в общем проанализировал до свои действия но я не сделал таких выводов крутых я сделал такой вывод что надо их как-то умнее сообразительнее делать быть осторожным на поворотах но это тоже знаете тоже один из разновидностей эмоциональной незрелости когда ты думаешь хитростью получить на самом деле и секретов никаких нету хитрости никаких нету вот достаточно да действительно взять ответственность за свою жизнь свои руки относиться к другому человеку также как себе принять внутри себя своих родителей свою маму и своего папу может это такой мощные учителя которые мы пришли в ихнюю жизнь в эту жизнь выбрали этих учителей и они фоном играют заметьте очень много женщин у мужчин они отражают родительские какие-то черты вот даже как-то подсознательно тянутся вы конечно можете осознанно там как-то мне написать там вы включили сейчас услышали что-то такое перегернула вас и вы да нет у меня вообще мама там белая жена черненькая ну качество хорошо но какие-то составляющие какие-то факторы которые еле заметны ну просто проанализируйте вы найдете это у некоторых допустим проигрывают ситуации с матерями то есть если была напряженная ситуация у них возраст жизни будет напряженная ситуация в детстве привыкли что мама там использует вас работаете относите все деньги в семью и чувствуете недохваленность а вот вы уже выросли вот он 30 плюс и вы такое типа можете работать но работа у вас такая все-таки выматывающая вот анализировали выматывающая работа я могу деньги зарабатывать ну блин я все деньги отдаю она меня не хвалит я про себя скажу вот это на самом деле тянется все с детства и необходимо это все принимать и благодарить обязательно если ты от этого как-то убегаешь от этого она тебя нагоняет и нагоняет в такие моменты когда ты меньше всего этого ожидаешь также и все вот эти наши друзья кармические то есть поэтому я и молюсь утром на самом деле я чувствую что помимо того всех вот этих успешных успешности которые я делаю в течение дня мне необходимо еще вот это духовная сила молиться благодарить за рот в которой я родился потому что я чувствую такой род степаненко на самом деле мне даже осознание приходили там и пираты были и мошенники и аферисты даже вот я даже с людьми по общаюсь и кто-то думает ага там кинет меня там у меня даже мысли таких него то есть ну какой-то шлейф тянется поэтому я осознанно молюсь благодарю вам даже в детстве мне такие были позывы мне хотелось подмести вот площадку и жили на четвертом этаже в ташкенте на собрании но и подумал санитаж вверх потому что пятиэтажка была я подметал сверху вниз все потом шел тряпка и вытирал все это потому что но если мы это не делаем произойдет такая ситуация где нам придется это делать когда пустим человек который эгоистично себя ведет вытирает ноги об людей там грубо говоря даже задницу потирает людьми потом больше большая вероятность жизни что ну так произойдет что он останется без денег то есть ему придется общаться с людьми же не откупаться не покупать внимание других людей общаться именно с людьми и велика вероятность что люди будут также с ним поступать то есть большой совет людям те кто при деньгах те кто при власти начать какие-то аскезы принимать свою жизнь подметать у себя дома я знаю что у вас есть деньги знаю что вы можете нанять домработницу это как-то даже думать об этом не стойки я тоже ценю комфорт но именно для того духовной практики постарайтесь человеку тоже сделать хорошее вот постарайтесь да как-то к людям теплее относиться но как вы сможете к ним относиться теплее и убираться допустим в их в чужих домах если вы своими не можете убраться то есть но рекомендую раз в неделю обязательно такую практику как как ститься как относиться к людям как на равных от этого тоже идут все воины на самом деле когда кто-то себя считает выше другого от этого идут все психологические проблемы когда кто-то считает себя ниже другого вот и соответственно рост идет из того момента когда вы понимаете что вы со всеми людьми на равных то есть неважно на каком языке он говорит как у него цвет кожи вы все равны то есть тем более сейчас такое время в 2020 год я не знаю там пятое измерение какое измерение но как-то все усилилось ускорилось пока мере моей жизни уже не получается хитростью зарабатывать или какой-то хитростью или каким-то там создать сайт продать уголь оптом там найти поставщика вообще не работает то есть у меня сейчас именно пошел такой момент что работает только то что тебе нравится то что те приносит удовольствие люди как-то это чувствуют особенно когда я в негативном состоянии но я принимаю это я знаю людям неприятно но я не виню вас вот это тоже эмоциональная зрелость чтобы не винить людей не близлежащих не в кибер пространстве в своих венах своих обидах в своем плохом настроении вот так принимай и это состояние тоже просто дыши и благодари принимай пришла ушла все вы еще с не увидитесь по-любому она не пришла и ушла навсегда она еще придет то же самое плохое состояние сменяет хорошее хорошее состояние сменять плохое то есть это все как карусельки качельки как не назови даже эмоционально здоровый человек проживает эти состояния но он их проживает с позиции того что он берет ответственность за свои состояния вот он не винит ни маму ни папу ни президента ни депутата ни страну ни соседей он понимает что ну да есть фон людей конечно есть безусловно но есть и ты то есть мы родились одни и уйдем отсюда одни то есть это факт то что это большая благодарность что у нас есть возможность общаться с людьми но и люди нас окружают это отражение нас то есть по большому счету мы как бы живем в таком мире где вот мы как слайд вставили в кинопроектор то смотрел эти детские мультики слайды поставьте 2 лайка вот это мы отражаем всю нашу жизнь и вот тоже мудрецы были правы древние люди древности были правы мир не изменить меняйся сам но тут тоже его может включиться до чем меняться пусть другие меняются ну хорошо да так можно и все же ждать пока дорогие поменяются инфаркт заработать и миокарды и перикарды и всего только чего можно и отсутствие аппетита и апатию депрессию жизни гораздо проще будет самому меняться она интересно вызовы себе бросать делать что-то новенькое то есть она как-то вот а те кто ну испытывают страх то что блин ну я буду что-то новое делать там какие-то проживать новое состояние а вдруг не засмеют а вдруг у меня не получится но это страхи говорят это вот именно эти астральные энергии как говорят танечка то что давайте с вами тоже развиваться переходить на более высший уровень давайте с астрала поднимемся в ментальный мир давайте поднимемся с уровня 3 чакры на 4 давайте на уровень сердечной чакры поднимемся все-таки же приятно да слушать там человека или читать книг когда кто-то от души написал вот от сердца не желанием получить заработать она и даже как-то чувствуется даже я когда-то тоже будет создать мероприятие я порой так это чувствую что мне не охота создавать мероприятие чистого чтобы деньги заработать не охота как бы я не любил деньги как бы их не уважал но блин это не ограничение ничего вот мне вот как-то бы хотелось от сердца это делать ну порой бывает дожилу по старым программам по денежным я прекрасно это сам все вижу осознаю и поэтому от этого тоже впадаю в такие состояния и тоже их принимаю тоже благодарю и понимаю что ну реально в моем в моих силах вырулить вот это состоит состояние в котором я нахожусь чем мне понравилась секция где еще в детстве ходил с братом это на каяк каякинг где-то там гребешь я раньше не мог понять как вообще прямо грести у нас там был парень один на верблюжонка был похож и у него всегда прямо получалось плыть я думаю блин да в чем секрет как вообще это происходит пока в один момент меня не осенило но он так напрягался вот именно выверенными движениями вот именно прямо вот как бабушка верблюжонка вот так вот плыл вот так вот ну шел по воде я думаю да как это так ну хочу прямо тоже идти потому что нагреваешь воду тебя в одну сторону носят другую там другую то есть ну как в жизни и потом водяной от меня осенило то есть реально я бы мог со стороны думать об этом наблюдать но пока ты не сядешь в лодку не пойдешь по воде не возьмешь это весло не начнешь гребсти эти они начнут в разные стороны шатать и ты понимаешь блин да как она прямо ехать пока я не понял что когда ты гребешь влево тебя отнесет вправо то есть в этот момент когда тебя начнет относить тебе надо черпануть справа то есть она вот силу набирает идет вправо это черпаешь она влево идет то есть создается такое впечатление что лодка идет прямо то есть это как движение наперед то есть если ты сделал одно дело знаешь что будет другое надо там сделать ну блин лодка вообще вот философская такая среда и вода вообще заряжает я вот хотел в этом году на каяк пойти на гидропарк у нас здесь но что-то пока не складывается но я думаю сложится в любом случае потому что вот очень много научил этот каякинг то что чтобы идти прямо надо не зацикливаться на каком-то одном действии сделать еще одно мы в том же направлении то что вот с разной стороны то есть с одной стороны гребану тебя направо начинать уносить и ты в тот момент когда понимаешь что тебя будет уносить ты гребешь справа то есть допустим я делаю какие-то действия начну депрессовать меня уносит я понимаю что я могу также выровняться то есть я выравниваюсь вот это состояние баланса эмоциональная зрелость она как-то так и проявляется в моей жизни ну а как самим замечать за собой то есть вот мне танечка тоже подарила книгу это далай-лама сердце медитации на украинском языке классный язык я вообще читаю его и полностью все понимаю то есть какой-то интуитивный обалденный язык медитировать узнавать себя общаться с собой чувствовать себя слышать себя задавать себе вопросы контактировать с собой то что-то говорит о чем буду вопросы как сумасшедший задавать ну хорошо не вы будете задавать все вопросы но будете там в кресле у психолога сидеть или психотерапевт он будет вопросы задавать просто дело кто берет ответственность в этот момент за вас вот то что первый шаг я считаю я не профессиональный психолог я считаю себя интуитивным психологом целителем необходимо признать что у вас эти качества есть необходимо их проживать все качества замечать их общаться с собой принять их и уже после этого расти над ними расти вместе с собой вместе с ними над собой то есть она идет все они в наказание все эти эмоции они идут для того если они вам идут значит вы их можете проработать их надо вот так вот принимать с благодарностью реально с благодарностью опять-таки повторюсь глубочайшая практика его сегодня начал слушать жену это одна из практик ну как целенаправленно слушать жену второе это принятие вообще происходящего то что происходит просто крутая практика и третье это благодарность вот дай бог мне и дальнейшем это осознавать и понимать потому что ну сейчас такие моменты происходят в моей жизни просто какие-то до три практики но они вообще те практики которые до этого дела не рядом с ними стояли то есть они настолько и простые но настолько эффективны что лишний раз доказывает да что мы современные люди вообще люди привыкли любим искать какие-то сложности какие-то там откровения какие-то озарения секреты вот это какие-то сложные конструкции объяснения чего-то все на самом деле просто до такой простоты просто что мимо проходим всего этого пошли вам желаю до отслеживать себя принимать свои состояния благодарить за них и наблюдать и расти вместе с этими состояниями над собой потому что ну давайте уходить с этих переживательных состояний уровень сердца давайте перейдем в уровень сердца вместе благодарю вас сегодня было тоже очень приятно вести как то вот как пошло так и пошло долю радую вас Продолжение следует...